Марабас, я в Гелидос Тлар. Вас интересует, как понимать турецкий на слух. Я дам вам информацию, о которой никто нигде не расскажет. Сегодня мы поговорим об одном важном вопросе, который задают все, кто изучает турецкий язык. Почему я не понимаю разговорную речь на слух? Вы начинаете изучать турецкий язык, разбираться в грамматике, можете читать и понимать, писать, решать тесты. Но когда слышите турецкую речь вживую или смотрите фильмы, то слышите отрывками знакомые слова, но полностью понять предложения и их суть вам сложно. Знакомая ситуация? Давайте разбираться. Во-первых, про турецкий всегда говорят, что этот язык как пишется, так и читается или произносится, но это совсем не так. Разговорная речь сильно отличается от грамматического написания слов и предложений. И в этом вся соль. Поэтому нужно знать, как происходит трансформация слов, как меняется ударение, какие буквы выпадают, как они меняют свое звучание. Вам будет легче понимать разговорную речь на слух, если вы будете знать все эти моменты. Во-вторых, когда турки разговаривают, они делают это быстро и важно уметь понимать беглую речь. Можно, конечно, просить их говорить медленнее, но эту услугу могут оказать только ваши знакомые. В обычной жизни так бывает не всегда. Я помогу вам решить эту проблему, выпустив серию информативных роликов, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Сегодня мы рассмотрим объединение слов и удлинение некоторых звуков. Научившись делать это, ваша речь станет более плавной, красивой и выразительной. Вы не будете выдавливать из себя слова и будете говорить фразами и предложениями. Понимать беглую турецкую речь станет значительно проще. Правило такое. Если в предложении есть два слова, следующие друг за другом, где первое слово заканчивается на согласную букву, а второе начинается с гласной буквы, мы произносим их слитно, соединяя последнюю согласную со вторым словом. Посмотрим на примерах для наглядности. Сразу договоримся, что я не буду переводить на русские предложения и слова, так как в данном уроке неважен их смысл, важно понять, как соединяются слова и что происходит с буквами и звуками. Есть два предложения. Сначала прочитаю обычно. А теперь, как это звучит в беглой речи. В первом случае мы делаем небольшую паузу после слов сабах и акшам. Во втором случае мы соединяем два слова по нашему правилу и получается, медленно, чтобы вы поняли, как вы видите, у нас возникают такие слова, как саба, молду, холду, акша. И если ваш слух не натренирован, вы можете слышать похожие для вас, но непонятные слова. Сейчас мы разбираем отдельные предложения, и я стараюсь делать это медленно. А в жизни речь может состоять из нескольких предложений, которые будут проговариваться быстро. И если вы не распознаете такие соединения слов, то можете не понять смысл сказанного. Возьмем простые фразы, которые все знают. Когда мы их просто читаем, делаем остановку после первых слов. А как же мы говорим в разговорном? Медленно. И быстро. Произносим как одно слово. Давайте еще вспомним правило звончения согласных. Если слово заканчивается на букву ПТЧК, и к такому слову присоединяется аффикс, который начинается на гласную букву, то эти гласные меняются на буквы БДДДД. или юмшакге. Например, долаб – долаба, китаб – китабы, дамат – дамада, адет – адеди, демеч – демеджи, яргыч – яргыджин, кёпек – кёпей, чёджук – чёджу. Так вот, в разговорной речи при объединении слов, которые попадают под озвончение, у нас тоже происходит озвончение согласных в этих словах, несмотря на то, что в письме этого не происходит. Посмотрим на примерах. У нас есть предложение. В этом предложении у нас есть два места, где мы можем объединить слова, то есть там, где одно слово заканчивается на согласную, а следующее начинается на гласную. Мы должны сказать это предложение так. Сначала медленно. Как вы видите, в слове «топ» у нас произошло озвончение согласной «пе» на «бе». Возьмём ещё пример. Здесь у нас тоже есть два места для соединения слов. И в разговорной речи это будет звучать так. Сначала медленно. «Бе-ни-ки-ки-та-балдым». Теперь быстро. «Бе-ни-ки-ки-та-балдым». Как вы видите, у нас здесь тоже озвончение в слове «китап». Только не забываем, что это происходит только в разговорной речи. В письме ничего не меняется. Просто наше предложение из четырёх слов произносится как два слова. «Бе-ни-ки» и «ки-та-балдым». «Бе-ни-ки-ки-та-балдым». Таким же образом. «Харп» окулу, «харп» окулу. «Сахип» olmak, «сахип» olmak». «Хайал» etmek, «хайал» etmek». «Гасп» etmek, «гасп» etmek». «Онлем» almak, «Онлем» almak». «Адам» olmak, «адам» olmak». «Ягмур» hayatы «фельч» etti». «Ягмур» hayatы «фельч» etti». Возьмём ещё одно длинное предложение. Прочитаем нормально. А теперь произнесём так, как в обычной разговорной речи. Сначала медленно. А теперь быстро. Для практики вы сами можете попробовать проговорить все примеры и предложения из этого видео. И теперь еще поговорим об удлинении гласного звука в некоторых словах при объединении слов. В основном это слова, заимствованные с арабского или фарси. При объединении этих слов в разговорной речи гласное в первом слове, который стоит перед последней согласной, удлиняется на один гласный звук. Посмотрим на примерах. Например При объединении слов получаем медленно Быстро Заманичим Месуд олун Кабул этмек Харам олсун Хайран олмак Феряд олмак И давайте еще послушаем относительно языка одно предложение. Сначала так, как пишется. Теперь с применением правил объединения слов, где у нас будет и озвончение согласной, и удлинение гласной. Друзья, в этом видео вы научились объединять слова по правилу и удлинять гласную в нужных местах. Это заметно улучшит вашу речь. Она станет более похожа на турецкое произношение. В ближайшее время я запишу еще несколько видео, как улучшить понимание на слух разговорной речи. Думаю, этот урок был полезным для всех. Если вам понравилось, жду от вас лайки. Также у меня есть видео, где мы разбираем разговорную речь и фразы из турецких сериалов, делаем их смысловой перевод. Вы можете его посмотреть по ссылке в центре экрана. Спасибо за внимание. До скорых встреч.